Подмосковным инспекторам ГИБДД для того, чтобы остановить машину, понадобился не жезл, а пистолет. Впрочем, и он не сразу урезонил нарушителя. Погоню со стрельбой удалось запечатлеть на камеру мобильника. Редкие кадры в репортаже Михаила Чебаненко. Телефон Андрея Янькова звонит каждую минуту. О неспокойном дежурстве инспектора ДПС утром узнали родные и друзья. У всех один вопрос. Не пострадал? Андрею с напарником пришлось участвовать в гонках. Судя по этим кадрам, погоня очень увлекла водителя черной лады. Он даже пытался играть с милиционерами. Вот нарушитель сбавил скорость, даже на секунду остановился, но как только инспектор открыл дверь, снова нажал на газ. Он и по населенным пунктам ехал не меньше 140 км в час. Молодого человека не испугали так называемые заслоны. Патрульные автомобили пять раз вставали поперек дороги. Не выстрелы на посту ГАИ. Инспекторы открыли по колесам огонь, но не попали. Оставалось одно – ждать, когда у нарушителя закончится бензин. Ударил мою машину передом. Вот, есть вот царат, ну вот разбито. И сотрудник милиции, он один раз чуть не задавил. Я вообще, я просто, я не видел, я был за рулем. Вадим, вот напарник мой кричит, а он не задавил, чего с ним не случилось. Погоня продолжалась почти 100 км. Доехали до соседней Рязанской области. На прямой дороге инспекторам все-таки удалось поравняться с нарушителем. На этот раз точное попадание в заднее колесо. Удержать равновесие беглец не смог. Машина врезалась в металлическое ограждение и заглохла. Вот сейчас мы едем, допустим, со скоростью 60 км в час. Я, допустим, вам могу продемонстрировать. Вот, то есть я достаю пистолет. Вот, заряжаем, допустим, его. Вот. То есть уже неприятно получается, то есть тяжеловато, как бы целиться, скажем. А там скорость была где-то примерно 140-150 км в час. Допросить 22-летнего Максима – это он находился за рулем Лады. Милиционерам удалось только под утро. Экспертиза показала – молодой человек выпивал и немало. Признался, в таком состоянии всегда тянет за руль. У следователей другая версия. Водитель не хотел останавливаться из-за своих пассажиров. У троих молодых людей изъяли вещество, похожее на наркотик. Ну мы ему говорили, ну о чем поделом, если он молчал, ехал. Так и есть все трое в состоянии наркотического опьянения. Водитель Лады, скорее всего, отделается арестом на 15 суток. У инспекторов Янькова и Фенина, похоже, образовался внеплановый выходной. Пока их машина будет в ремонте, патрульным разрешили не выходить на работу. Михаил Чабаненко, Вячеслав Пономаренко, Александр Полежаев, телекомпания НТВ, Московская область.